Крупнейшие проекты, масштабные подряды. Уже в течение месяца определится участие самарских предприятий в реализации масштабной стройки компании «Новотек». Сегодня есть планы разместить в РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш» и еще на шести заводах производство оборудования для нового предприятия по производству сжиженного газа. Информацию по проекту «Ямал-СПГ» озвучил совладелец «Новотека» Леонид Симановский на расширенном заседании регионального союза работодателей. По его словам, крупнейший акционер компании Леонид Михельсон поддержал идею отдать приоритет самарским предприятиям. Сегодня «Новотек» делает «Ямал-СПГ» обществом из проекта 28 миллиардов долларов. Это получается полтора триллиона рублей. Сегодня на площадке на севере работает 65 тысяч работающих, а в общей массе в этом проекте задействовано 350 тысяч работающих по всей стране. Так вот мы с ним говорим, давай повернемся лицом Самарской области, давай сделаем так, чтобы предприятия Самарской области были основными подрядчиками на следующую очередь «Ямал-СПГ» и «Ямал-СПГ-2». Самарский промышленный комплекс сегодня на подъеме. За последние три года создано 39 новых современных производств. По словам Николая Меркушкина, областные власти ставят более амбициозную задачу не только возродить в полном объеме экономические возможности Самары. Научно-производственный потенциал позволяет рассчитывать на ведущую роль в стране и в мире. Для этого необходимо заручиться весомой поддержкой из центра. Стратегическая задача – привести как можно больше своих представителей в федеральное законодательное собрание на выборах 18 сентября. Об участии региона в предстоящих выборах Николай Меркушкин говорил и на встрече с активом самарских предприятий. В зале спорткомплекса «Грация» собрались около полутора тысяч человек. В том, что явка будет хорошая, сомнений нет. Есть вопрос, какова будет картина на фоне других регионов. Я верил, что результат у нас будет в целом нормальный, но вопрос обстоятельствует другого. Мы победили. Речь идет не об обмене. Мы победили, но победили мы соседей наших, которые хотят явиться намного больше, прогрессовать намного лучше. Как мы, по сравнению с ним. Или мы будем лидеры, одни из лидеров, и мы будем укреплять этот панцирь и ходить с полным правом просить требований. Или, как чаще говоря, люди, не пришедшие на выборы, не имеют ни морального, ни юридического права что-либо требований власти. Самое важное, для чего мы собрались, для того, чтобы обозначить нашу активную позицию, лично нашу, наших коллективов, и с тем, чтобы действительно эти выборы показали всей стране, что сама Россия губерния не постепенно и не водоточна. Сегодня самой власти нужна поддержка. Непростая внешнеполитическая обстановка и санкции западной стороны в таких условиях живет государство. При этом реализуя самые смелые задумки в промышленности, науке, спорте и культуре. Если народ докажет свою сплоченность, позиции страны на мировой арене усилятся. Марина Кравцова, Олег Зверев, Максим Гусев. События.